Белорусская земля В Белоруссии гитлеровцы построили мощную линию укреплений Остваль Ставка Верховного Главнокомандования и командующий фронтами Рокоссовский, Баграмян, Черняховский, Захаров Выработали смелый стратегический план под кодовым названием Багратион План Багратион предусматривал согласованные действия четырех фронтов Основные удары наносились на Витебском Оршанском Могилевском И Бобруйском направлениях Цель окружить и уничтожить фланговые группировки гитлеровцев А также нанести удар в центр фронта Операция готовилась тщательно и упорно Создавались ударные группировки на главных направлениях 23 июня 1944 года Генеральное наступление началось Шквал огня обрушился на врага И одновременно в тылу противника начали активные действия белорусские партизаны После двух дней ожесточенных боев Вражеская оборона рухнула В прорывы устремились танковые соединения Подвижные конно-механизированные части Войска шли по заболоченным чащам Форсивая десятки речеба Днепровская флотилия охраняла переправы наших войск Под Бобруйском фашистские войска были зажаты в котел И разгромлены Успех наших войск под Витебском, Орше и Рогачевым Позволил продолжить наступление Войска 3-го Белорусского фронта с севера 1-го Белорусского с юга под сходящимся направлением И 2-го Белорусского с востока Снова ударили по врагу Цель окружить и уничтожить основные силы группы армий Центр, Восточный Минска Советские танки на окраинах Минска Героический город Израненный, сожженный, но не покорившийся Столица Советской Белоруссии освобождена А восточнее Минска в котле 30 немецких дивизий Гитлеровцы еще надеются прорваться Но кольцо сжимается Десятки тысяч вражеских солдат, офицеров, генералов Взяты в плен на белорусской земле Дальше наступление развивалось Границам Польши и Восточной Пруссии Победа в Белоруссии Блестящий образец военного искусства Советской армии